Вика, расскажи про астопробой с Александром Магдич. Как вышел, что такой счет разгромный получился? Ну, Саша сейчас два месяца готовилась, у него была травма, и как-то раньше мне казалось... Ну, я делала те вещи, которые делала раньше, а, видимо, она уже поняла, что я делаю, и я начала бегать и махать шпагой, и, ну, неправильные вещи вообще делать, глупостью страдать. И вот, Инна получала на шаг вперед уколы. В общем, я глупенькая, просто немного. А сколько ты готовилась к этому Кубку России? Я... Вот в августе месяце начались сборы, мы были в Португалии на взрослом сборе, в Сочи на взрослом сборе вот две недели, и вот только вот оттуда приехали неделю назад, и сразу сюда поехали. Ну, видимо, что-то не получилось. Начало сезона, ладно, я надеюсь, это последний мой такой сильный проигрыш. Вот. Какие у тебя впечатления от участия в летней универсиаде? Это была твоя первая универсиада? Универсиада в Корее, да? Ну, да. Ну, мне понравилось, там все очень приветливо, и все очень хорошо было сделано. Единственное, и да, она мне понравилась, там какая-то местная, она странная очень. Вот. Ну, вообще, организация все очень хорошо сделана, мы жили в деревне, как прям олимпийская, но понравилось. У нас была отдельная комната, квартира, правда, там ничего нельзя было трогать, все было завешено каким-то пенопластом. Вот. Ну, а так вообще вообще все понравилось. Это была моя первая универсиада, да. По уровню фехтования тяжело там было? Кто твои соперницы были? Я фехтовала... Ну, были тяжелые соперницы. Я фехтовала с Тонкой Зуйковой, она 24-го года, достаточно сильная девочка. За четыре фехтовала с украинкой Бежура, она выступает за сборную страны Украины, она была на взрослом части мира, тоже очень сложная. За два фехтовала с Юлией Личагиной, с нашей россиянкой, вот, тоже очень сложно было. И за первой француженькой Айпи, ну, она такая. Ну, 15-14 я проиграла, тоже на ручке фехтует, вот. Ну, они были очень сильные, ну, тяжело было. Ну, это мой первый такой прям нормальный результат, вот. А шестое место на чемпионате мира юниорском в Ташкенте, ты удовлетворена таким результатом? Нет, я уже второй год подряд на юниорском мире, шестое место, занимаю, проигрываю с одним и тем же счетом, 15-13 за 4. Я вообще недовольна. Я просто этой девочке фехтовала в группе также, и я ее выиграла спокойно. А тут, видимо, было слишком самоуверенно в себе, и не получилось вообще ничего, вот. У тебя в прошлом году был такой насыщенный сезон, очень много турниров, вообще не устала, справилась? Ну, к концу года уже очень устала у нас. Мы бывали по 30 дней, я дома не бывала, очень долго все было. Ну, конечно, вот до 23 Европы, я думала, что я не отберусь, но меня в итоге взяли, я пятым номером была. Но сил уже не было, мне кажется, я уже просто не знаю как, но как-то отфехтовала уже. А потом я думала, что, ну, мы отдохнули, я еще отдохнула целый месяц после Европы, это вот мне помогло, что я хоть отдохнула. И начались снова сборы перед универсиадой. В этом году планируешь на взрослых этапах выступать международных? Да, меня вроде как пригласили, взяли, ну вот, в конце октября будет этап в Италии, Линьяно. Вот туда еду, посмотрим, что получится, не знаю. Спасибо большое, удачи тебе. Спасибо. Спасибо. Спасибо.